Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова Настя. И сегодня вам покажу комнатные растения, которые растут у меня на балконе. Написали мне несколько людей в личку. Настя, вы давно не показывали свои комнатные растения. Но в принципе тут и показывать-то нечего. Один сплошной позор, можно сказать. Почему? Потому что времени ухаживать особо нет. Да и жара, конечно, растениям очень тяжело дается. Потеряла я почти что свой красный антуриум. Потому что он у меня не выдержал моей пересушки, так скажем. Я его забыла элементарно полить. Была жара и, в общем, корни пересохли. После полива тургор не восстанавливается. Но благо у меня есть деточка антуриума этого красного. Поэтому я сильно горевать не стала. Вот такие вот дела бывают. Поэтому что хочу сказать. У меня вышло видео на канале о пересадке антуриума в мох. Вот посмотрите, идеальная посадка. Вот деточки стоят. Это скоро деточка поедет в новый дом. Вот она уже пересажена в мох. А вот эта вот еще не пересажена. Тоже будет пересаживаться в чистый мох. Просто думаю, в какой горшочек бы ее посадить. Упал у меня с полочки тоже грунт пересох, видимо. И перевесила. Упал педилантус. Вот он укореняется. Уже, в принципе, корешки полупускал хорошие достаточно. А вот этот папоротник полибодиум серебристый. Чувствует себя хорошо. Новые вайки. Ну, правда, один тоже подсушил было. Вот эта вайка как-то вытянулась так. Что мне не очень понравилось. Нужно ее как-то будет подвязать. Здесь стоит, господи, забыла, как зовут. Агланема. Ну, она хорошо себя чувствует. Не знаю, к ней вообще претензий нет. Сейчас недавно искупалась. И она цветет, кстати говоря. Спотифилум. Спотифилум у меня тоже, я забываю кормить. В этом году листья узенькие. Ну, он у меня отцвел весной. Поэтому нормально. Много деток навыпускал. Я в этот раз не стала выщипывать деток. Пусть, думаю, растут, будет вкус попышнее. Этот, кстати, тоже Агланема очень много деток. Смотрите. Ну, чем-то похожи они со спотифилумом. В принципе, родственные, да, они такие аруидные. И цветы у них даже похожи. Вот. Только это как-то не очень-то раскрывается. И очень долго цветочек в таком закрытом состоянии держится. Вот. Ну, и, кстати, получше, чем, вот, по сравнению с потифилумом, с потифилумом, если сушат кончики листьев, то Агланема я не замечала. Более листья плотные, видимо, не сохнут у нее кончики. Красивая такая, да? Застенья перекликается с картиной, которую делал мой муж когда-то в школе. Вот. Привез он из дома. Повесили мы сюда. Очень красиво вписалась. И вот здесь еще кальмонара стоит. Кальмонара, единственная орхидея, которая содержится у меня на балконе. Она у меня так и не цветет. Новый рост допускает. В общем, как-то так. Так, прервали мне немножко. Пришел мой помощник. Вот. Кальмонара. Она у меня так и не цветет. Но растит новый рост. Я думаю, что когда ростиков станет побольше, мы увидим красивое цветение. Далее здесь традисканция белоцветковая. Ну, она как сорняк, я скажу. Растет и растет себе замечательно. Также стоит здесь у меня жасмин. Он у меня отцвел. Я думаю, может быть, сделать ему обрезочку. Или пока оставить так. Как вы думаете, что мне с ним делать? Напишите в комментариях. Ой, а здесь горе мое луковое. Снова я почти загубила свою одианту. Пересушился. Вот. Так как здесь очень жарко, поливать его приходится каждый день. А я тут два дня его не полила. Вот. И поэтому все вайки снова высохли. Пришлось делать полную обрезку. И сейчас пошли новые ваи. И мы потихоньку-потихоньку восстанавливаемся. Но видите, вай много. Что я делаю, когда мой одианту полностью пересыхает? Я беру просто полностью все подрезаю и хорошенько проливаю грунт и оставляю. Через некоторое время появляются, ну, через некоторое. На следующий день уже появляются новые вайки, выходят. И одианту в течение месяца все равно становится пушистиком, красивым. А здесь у меня внизу, сильно не буду показывать, два фикуса моих. Ну, кстати, пыльные уже надо бы попротирать пылюки. Но я обычно их купаю. И они снова как новенькие, чистенькие. Видите, новые листья продолжают расти. В этом году я этому красавцу делала всего лишь одну обрезку. И, в принципе, чувствую себя прекрасно. Ниже не опускаю, потому что бардак на балконе. Некогда убираться. Здесь вот у меня колладиум стоит. Что-то как-то он на двух листиках остановился. Вот. И новый листик пока не идет. Может, жарко ему. Танториумы мои. В общем, красный антуриум я почти все загубила. Но я думаю, что деточка меня не подведет, которая от нее осталась. И будем радоваться. Сейчас покажу с другой стороны. У меня еще стоят растения. Так, здесь у меня тоже стоят четыре растюшечки. Так, это у меня... Ой, забыла. Вы представляете, я забыла. Вот, вылетела из головы. Я думаю, вы знаете. Это аллоказия. Она у меня так и особо не растет. Ну, да ладно. Так, неудобно. Одной рукой вот ребенка держу. И еще вам снимаю. Тут у меня драгоценная моя орхидея лудизия. Вот у нее новые ростики идут. Оно очень-очень медленно идут ростики. Ой-ой-ой. Вот, ростики идут медленно. Но выходят. Так. И вот там филодендрон атом стоит. Тоже он у меня очень медленно растет. Как-то не особо быстро. Может быть, нужно было его пересадить в кошечек побольше. Ну, да ладно. Вот, как-то так. Такие вот комнатные растения у меня растут на балконе. Есть еще те, кто не на балконе растут. Вот. Может быть, их тоже как-нибудь покажу. Здесь еще стоял у меня еще одна. Еще один колладиум. Сейчас я вам покажу. Он на подоконнике. Но он тоже упал, потому что грунт пересыхает. И горшочек переваливается. Сейчас вы видите, почему он. Потому что очень крупные листья. И вот тут на подоконнике с моими орхидеями соседствуют сейчас. Вот такой вот колладиум. Забыла название. Вообще никак времени нет их подписать. Все. Вот. Красавчик. Ничего не скажешь. Но видите, он вот так вот заваливается. Нужно его тоже как-то держателем придержать. Ну, буквально вчера вы посмотрите. Вы это видите? Изрештили мне его. Ксюша погрызла. Видите, покусы. Вот. Решила попробовать на зубок Ксения. Наша. Вкусное, невкусное растение. В общем, нужно опять собирать травы, покормить ее, успокоить ее душу. Чтобы она не трогала мои растения. Вот такой вот колладиум еще один. Очень крупные листья. Просто обалденно. Я сейчас не могу вам показать в сравнении с рукой, так как другая рука занята. Ну, вот как-то так. Ну, давайте я вам еще покажу свою хоечку. Какая она красавица сейчас у меня стала. Вот моя Хоя Карноза Триколор. Посмотрите, какая красота. Свет, конечно, падает с другой стороны. Вот. И она не очень-то освещается. Ну-ка, ну-ка, попробуем фокус навести. Так, удалось немного ребенка отвлечь. Очень-очень красивая хоечка. Я вообще в хоя теперь влюбилась. Они растут так медленно. Они растут постепенно, да. Ну, не знаю, может быть, это моя так растет. Вот. Но плюс в том, что, ну, очень-очень плотные, красивые листья. Плюс вот это вот разноцветие, да. Белый, зеленый, розовый. Конечно, потом розовая проходит. Но все равно очень красиво смотрится. Я просто балдею от этой хоечки. Теперь хочу еще какую-нибудь одну хою. Вот. Даже, надеюсь, может быть, когда-то мои хои зацветут. Хотя хои, говорят, лучше не трогать. Не ставить с места на место. Я постоянно ее куда-то ставлю. Куда-то меняю ей локацию. Потому что не знаю, как бы, где ей лучше. Вот. Ну, в общем, очень-очень я довольна этой хоечкой. Кстати, вот один росточек пошел вот чисто зелеными. Вот. Может быть, ее когда-нибудь отсажу отдельно. Потому что тут три растения. Они все были пристрелистные. И вот этот стал вот такой вот. Не знаю. Вроде стоят все вместе. Как бы должно хватать. Если вот эти не потеряли свою пристрелистность, то почему потерял этот, не знаю даже. Ну, здесь у меня еще стоит вот фейкус такой красавчик. Я ему опять делала стрижку. Я его все стригу. Стригу. Он очень быстро растет. Ну, чтобы не был элегантом, как мой, тот, который на балконе. Вот. И здесь у меня мир. Тоже недавно делала стрижку. Как бы его показать. Вот такое вот деревце тоже. Против солнца, конечно, снимаю. Сейчас утро. У нас солнце только-только идет. Но все равно очень засвечивается. Здесь у меня мой антуриум. Переваливается. Тоже нужно как-то ему сделать все это упоры. И вот там вот из-за того, что жалюзи всегда закрыты, выходит новый цветочек. И он такой беленький будет, я так понимаю. Меньше красного. Ну, ладно. А там вот в углу у меня сейчас вот так некрасиво стоят орхидеи, потому что они не цветут. И так как жара, я просто все в одну сторону и окно, чтобы открыто было всегда. В общем, вот на этом я закончу свое видео. Видео у меня получилось сегодня спонтанным. Но я надеюсь, вам было со мной интересным. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. До новых встреч.